Она тяжелая, у меня на ногах что-то одета, тяжелая. Делаем квантовый скачок на счет 3, 1, 2, 3. Пошел подъем, ты в комнате диагностики. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Екатерину, интересуемся, готова ли она к чистке, диагностике и чистке. Доверили она нам свое биополе на период сеанса? Накивает. Хорошо, что там в ногах? Посмотри, что мешает сканированию. Что-то железное, как трубы, чуть выше щикола. Они как приземляют ее к этому месту, чтобы она никуда не ушла. Я имею в виду ее квартиру, ее семью, ее жизнь. Она как привязана там. Какая форма этой железной подключки? Как трубы. Хорошо, силы моего намерения снимают трубы. Выходят полностью вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Как выйдут? Отправляя силы моего намерения в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Давай теперь посмотрим Гулу, что на голове. Все невидимое становится видимым. У нее очень явно видно не на голове, а у нее как какая-то подключка в виде пышной-пышной юбки, белой, как свадебной. Но она почему-то сзади, а впереди в области живота. Там как много разных пауков. Или таких каких-то мелких. Я не вижу четко роется там. Это все одна подключка. Везде инкубатор сделали. Понятно, хорошо. Сила моего намерения. И эти пауки, и эти юбки, и эта юбка выходят, летят в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Готово. Еще что видно, Вера? Голограмму у нее сверху. Ее рвать начинает. Разрезая эту голограмму, она сворачивается, выходит со всеми чипами, датчиками, имплантами, летит в клетку-тюрьму. Это даже не голограмма, а ее копия. Копия? Да, она верхние три или четыре чакра, где-то под грудью заканчивается. То есть руки, голова, она говорит, машет руками что-то. Выходит это все? Да, есть. Отправляю в клетку-тюрьму. Готово. Сканер дай мне полонту души на начало работы. 87. 87 процентов, 13 процентов души не хватает. И дай мне полноту биоматериала в ее биополе. 92. Хорошо. Больше ничего не мешает, Вера? Нет. Начинаем работать. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Екатерины под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Екатерины, находит все. Выстраивает всех артефактов, прямые каналы ко всем ответственным. И притягивает всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Слушай, она ее рвет, а у нее как из горла выходят такие, как пиявочки небольшие. Все это выходит. Изо рта. И формируется в шар. Помогая, включая ей внутренний белосвет, и она выдавливает из себя все эти пиявки. Все, что сейчас выходит, выходит и формируется в шар. Это личинки, скорее всего. Готово. Отправляет этот шар в клетку-тюрьму. Да, есть. Кто у нас в клетке? Сейчас, подожди, сканирует еще. У нас здесь бес внизу к трубам притянулся. Бес. Инкуб. Инкуб. Спрут. Вот, спрут. И гуманоид. Гуманоид. Все. Откуда гуманоид? Система Сириус. Он вверх руку поднимает. Я знаю, где находится система Сириус. Каждый день встречаемся с вашими, перед тем, как отправить их куда нужно. Сколько ты присутствуешь в биополе, на каком основании ты вошел в это биополе? Проверь его, пожалуйста. Он как робот говорит, я здесь по праву. Я только хотел сказать, да, идет от него по праву. Хорошо, по праву. Снимается маска и голограмма. Гуманоид предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Да, гуманоид-робот выстраивает в него прямой канал к ответственным притягивания всех ответственных в клетку тюрьмы. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Давай, ящер и гуманоид. Здесь он просто показывает, как он его заводит у него в спине, у этого гуманоида. Ключ. Он такой, как ключ, но у него как веревка, он ее держит на расстоянии. Он ее сильно отпускает на разные расстояния и оттягивает ее. И вот пока эта веревка не притянется к гуманоиду. Есть такая игрушка. Притягивается она медленно. Йо-йо, такая игрушка. Тоже так вот дергаешь, и она крутится, крутится, пока не остановится. Какой у нас ящер, Вера? Посмотри, пожалуйста. 401. 401. Хорошо, ящер. Давай, расскажи мне насчет по праву здесь. Я тебя слушаю внимательно. Он показывает на нее, показывает на копию и потом на себя, что это мое. Ну, объясни, мотивируй. У тебя есть контракт с ней. Я вижу, ей не хватает. Есть. 13% души. У тебя заключенный контракт с ней присутствует, да? Интересовалась она. Скажи мне, чем она. От него телепатически идет. Я понимаю, я понимаю. Чем она интересовалась, каким учением конкретно, которое находится на вашей чистоте? Он как руки потирает разным. Много чего к нам тянется. Я знаю. Ну, назови. Именно этот эгрегор, которым она притянулась, к вашему эгрегору. Я понимаю, это было добровольное ее соглашение. Добровольно она пришла к вам. Вот это эгрегор. И никто насильно не тянул к вам. Не так ли? У вас энергетика одно. Вот. Второе. Он показывает руны. Но они не все. Они дорисованы ящерами. Есть какие-то определенные рунические знаки. Да. Изначально они были другими, но ящеры дорисовали их, вставив свой эгрегор туда. И поменяю весь смысл. Конечно. Все понятно. Хорошо. Она попала в эту ловушку. Сколько ты присуствуешь, ящер, с этим роботом в биополе? 13 лет. 13 лет. Хорошо, идем дальше. Спрут. Сколько ты присуствуешь в этом биополе? 4 года. У тебя есть какие-то основания на пребывание в этом биополе? Как-то дышит. Я очень надеюсь, что у тебя есть какие-то основания. Потому что ты лазил своими щупальцами ей в рот. Прыгал на нее, атаковал ее. Ты это делал? Он говорит, я размножался тоже телепатически. А дырку ты не хочешь получить сейчас за свои деяния? Я сейчас спрошу Екатерину. Не хочет ли она в тебе дырку сделать в знак благодарности за то, что ты за этот дискомфорт, который ты ей причинил? Он показывает у него дома, дорожка идет в слизи. Портал за унитазом. Мы квартиру тоже сегодня чистим. Твой портал мы видели в ванной комнате. Поэтому я не знаю, куда ты сегодня уйдешь с пруд. Там стояк, это весь портал. Весь портал, весь дом, по всему дому идет, да? Как я и говорил, понятно. Хорошо, поехали дальше. Четыре года. Инкуб, сколько ты присуствуешь в биополе? Сфрут не понял, где ты говорил. Это он сказал. Повтори вопрос. Я ему задал вопрос. Ты лазил в рот своими щупальцами человеку? Ты прыгал на нее? Ты атаковал ее во сне? Не понял про портал. Он рассказал, откуда он выходит. Это мой следующий вопрос. Я понял, откуда ты выходишь. Я спрашиваю, ты нападал на нее? Она же сказала, я размножался. Это не ответ на мой вопрос. Ты нападал на нее? Ты ей свои щупальцы в рот... Подселял. Подселял. Вот так ты подселял потомство свое в ее биополе. Ты ее использовал как инкубатор? Присоски он какие-то там установлен. Ты только ей устанавливал, и она распространяла эти присоски. Инкубатор не может распространять. Инкубатор может вынашивать. Конечно. Но когда они вынашены будут, тогда ты их подсаживаешь. И ты их можешь подсаживать из ее биополя. И я знаю, и ты об этом прекрасно. То есть она встречается с человеком, ты подбрасываешь кому-то своего спрута. Не так ли это было? Я тебя предупреждаю, спрут. Если ты не будешь давать мне ответы на мои вопросы, или у меня какое-то сомнение закрадет... Он показывает, он ползает, как слизь идет от нее к этому порталу. И у него много еще, он уже все это рассказал. Много еще других по стояку. Меня интересует... Где он вынашивает... Только эта квартира. Итак, перехожу к инкубу. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Три года. Три года. Хорошо, начинаем с реверса, потом я продолжу задавать вопросы. Начинаем с реверса энергии. к Екатерине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в сто раз. Какой у нас бес, Вера? Сколько ты присуствуешь в этом биополе бес? Семь лет. У тебя контракт есть? С ней нет. Давай поговорим о том, у кого есть этот контракт. То есть ты сидишь в этом мужчине, я полагаю, который живет в этой квартире. У тебя с ним контракт? Нет. Демоном, который в нем. Демоном, который в нем. Вот я и поэтому уточняю. Не только в нем. Он показывает опять квартиру. И там портал от входной двери внутрь, через арку, на кухню. И от зеркала напротив дверь. И вот этот перекресток, они сидят там все, их несколько. И они как в карты играют. Из кого энергии будут тянуть, кого доводить будут все вместе. Хорошо, значит, я послал демоняка. Который сидит в этом мужчине. Не послал. А что? Разыгрываем мы. Я в ней. Есть и другие, кто живет в этой квартире. Ну, понятно. Просто мы ее сегодня чистим. Собираемся мы все там. Собирались. Потому что ваших встреч больше не состоятся. Я запущу туда такие энергии, что только от произношения этих энергий вы сгорите. Поставлю такие купола, такие защиты. Я не знаю, как демон там будет со своим контрактом в этом доме находиться. Мне интересно будет. Злой ты. Я? Злой? Да ты посмотри, как я могу быть злым. Он показывает, что кроме мужчины другие тоже живут там. Кто из нас двоих разыгрывал людей в карты, кому подключиться, с кого сосать энергии? Не людей, а эмоции. Хорошо. Кто это делал? Ты или я? И как я могу быть злым-то, да? Он говорит, что это наша суть. Это мы и делаем. Бес, ты понимаешь? Понимаю. Хорошо. Вот давай, чтобы я тебе не рассказывал, потому что, если я тебе скажу, тысячный бес уже в этой клетке или демон, с кем мы только встречались. Я уже все истории слышал. Я прекрасно все понимаю, что тебе можно говорить, что тебе нельзя говорить. Я понимаю, к чему ты ведешь, и ты прекрасно знаешь, что я тебе отвечаю. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы, в порядке реверса. Екатерина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. И обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Екатерина себя обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себя обратно. Забираем из этих труб юбки, голограммы, копии, частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все ее родные энергии, все, что на чистоте Екатерины находится, возвращаем назад по праву. Усилие потоки в сто раз. Наверное, такой трэш происходил в квартире. Могу себя только представить с таким количеством сущностей, с их воздействием. Это у нас еще только один человек из этой квартиры. Бес говорит, не забудь с разрешения присутствующих, живущих в этой квартире. Я делаю. Девер закончился. У меня есть это разрешение. Екатерина мне дала это разрешение. Она живет в этой квартире. Не про это говорит. Он говорит, отвечает на твои слова про трэш, которые происходили в квартире. А, про трэш, понятно. Конечно, контракт с демоном. Это очень серьезная вещь. Мужчина заключил его. Мне это все прекрасно понятно. Он будет за эту цену свою платить, если он хочет с ним оставаться, с этим контрактом. И я полагаю, что там никаких шансов пока нет. Именно поэтому этот бес надел на нее вот эти трубы. Они как трубы, и внизу такие расширенные, прикрученные, как к этой квартире, к этому месту. Она оставалась там. Но какое она имеет отношение к этому мужчине в том плане, что она не заключала контракты с демонами? У нее есть свой контракт с космическими. Понимаешь? Я заключала с ним контракт. С кем с ним? С мужчиной. С мужчиной она заключала контракт? Ага, в горе и радости. Ой, бес, ты что мне сейчас? Пытаюсь вот это рассказать, вот эту историю. Что это по-твоему? Ритуальчик? Это ж черный ритуальчик демонический. А что бывает белых? Это призыв. Не бывает белых. Это призыв к кому был? Темному миру, в горе и радости. Это не призыв к темному миру. Не надо перекручивать мне понятия здесь. Ты был, скажи ко мне, бес. Я этого не говорил. Ты не был случайно человеком раньше? Я сказала, что она заключила с мужем контракт. В ритуальчике. Он тебя не касается никаким образом. Она с мужем заключила контракт, но она не заключала контракт с демоническим миром. Не раздражай меня, я тебе серьезно говорю. Ты был человеком, я тебя спросил? Не был. Удивительно, что первородный такой назойливый. Хорошо. Итак, Верочка, ревер закончился? Разоговорился я с ними? Закончился. Скеннер, дай мне полонту души Екатерины на настоящий момент. 97. 97,3% не хватает. Он в контракте, скорее всего. И биоматериала, количество? 100%. Это уже одной проблемой меньше. Идем дальше. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Ящер, на твоей частоте что-то осталось, что я еще не вытащил. И на частоте этого гуманоида? Не отвечает. Не хочет отвечать? Хорошо. Переходим сразу к аннулированию контракта. Обращаюсь к Екатерине. Екатерина, у вас не хватает части души. Какую-то часть мы вернули. Кроме того, у вас существует контракт, добровольный контракт, который вы заключили с цивилизацией ящеров и гуманоидов. Это космоэнергетика, это руны и другие вещи, наверняка, которые находятся на их чистоте. Во всяком случае, он 13 лет присутствует в этом биополе с контрактом. Он присутствует здесь по праву. Чтобы убрать этот контракт, мне нужно ваше желание. Вы желаете аннулировать все эти контракты? Да, желаю. Отлично. Намерение высказано. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями Екатерина приняла ответственность, взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выразила это намерение. Я говорю вслух, а ее тонкая копия повторяет за мной. Я. Вышел контракт. И рассчитай содержание этого контракта. Он раскрывается, пошла информация. Что она дает, меня больше интересует. То, что они забирают, мне понятно. Воля. Воля. Хорошо, Екатерина. Здесь еще энергии идут. Ящера переливаются полностью. То есть показано, кому она приходит. Кому идет. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутри. Пошел возврат энергии, если такова есть. Ну, есть совет идет. Такой, как в виде большой кафли возвращается. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, аннулированный контракт вместе с другими отработанными контрактами и их фантомами все уходит на переработку в галактическое ядро. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Скэнер, дай мне полноту души на настоящий момент. Стоп. Отлично. Возвращаемся к работе. Я спрашиваю второй раз ящера. Осталось ли что-то на твоей частоте, на частоте гуманоида в этом биополе? Да, осталось. Скэнер, просканируй сейчас, Екатерина, на частоте ящера и гуманоида и их артефактов. Что осталось незамеченное в биополе? Выводи это, отключай полностью. Конструкция на голове осталась. А мы что, не видели ее? Или мы не снимали просто? Мы не снимали. Мы не снимали. Сейчас начинает ящер снимать. Харня, я имею в виду в самом начале. Видимо, она не мешала сканированию. Скэнер. Она вышла. Отлично. Отправляю эту конструкцию в клетку-тюрьму. Выстраивается прямой канал от Екатерины к этой конструкции и реверсом отдаем в эту конструкцию все негативное, патогенное, чужеродное, низкое, вибрационное. Что она получила от нее? Один, два, три. Пошел мощный поток, усилив его в сто раз. Что идет? Там страх и подозрительный идет. Страх и подозрительный. Я чувствовала. Все, возвращаем назад. Давливала она ее в голову. Понятно. Готов. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Екатерина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Все, что на ее чистоте находится, мощным потоком пошло назад по праву. Пошел процесс. Усилие потоки в 50 раз. Забираем все свое по праву. Здесь энергии идут по чакрам и какое-то доверие себе своим энергиям. Это чтобы она не могла распознавать энергии ящера от своих энергий. А лучше еще даже забыла бы. Готово. Хорошо. Идем дальше. Спрут. Выходи, вытаскивай все, что осталось на твоей чистоте. Приступай. На какую-то такую... Жидкость? Нет, как оболочку с горла достал. Вокруг горла, вернее. Понятное значение у меня проблемы с горлом были из-за него. Он ее сжимал и разжимал. На, спрут. Спрошу, что с тобой делать сегодня? Кто? Хорошо, инкуб, выходи, снимай все, что я оставил на своей чистоте. Возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если что-то останется незамеченным, вы просто сгорите по этим каналам. Это юбка. Вот этот вид инкубатора. Это и была. Это его была? Да. А что там за черви? А что там за это? Ползали какие-то? Это бабочки в животе, чтобы у нее были. Ты посмотри. Хорошо. Он все снял, Вера? Да. Выходи без. Снимай все, что я оставил на своей чистоте, что я не снял. Демагог. Нет ничего больше. Все разрушили. Все разрушили. Ты посмотри. Мы выстроили, а мы разрушили. Какой ужас. Лярва есть в биополе? Да, у нее лярва. Он показывает. Голова, один глаз закрывает. Хочешь получить? Да. Забирай, возвращайся назад. Готово. Идем дальше. Все все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Екатерины с Бесом, Инкубом, с Прутом, роботом, гуманоидом и ящером, а также их артефактами на счет 3-1-2-3. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Включаем внутренний белосвет Екатерине и она этим светом выдалит все негативные патогены, низкоаборационные остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергии выходит, формируется перед ней в шар. Да, и шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, опечатывая, растворяя, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия стегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал и отстегивается, открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, опечатывая, растворяя. Хорошо. Следующий мой вопрос. Бес присутствует в квартире? Это понятно. Инкуб, ты присутствуешь в квартире? Нет. Спрут присутствует в квартире? Ящер, гуманоид, твой присутствует или ты присутствуешь? Есть подключки в квартире твои? В углу есть у него, в углу подключка. В углу есть в квартире подключка. Хорошо. Значит, тогда делаем сейчас следующее. Инкуб, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Понятно. Если при повторной чистке я тебя обнаружу или по любой просьбе Екатерины, я найду кого-то из присутствующих. В следующий раз ты уже не уйдешь на свою чистоту. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатаю, растворяю. Готово. Бес, я открою тебе сейчас портал в квартиру. Ты пойдешь в квартиру, соберешь все, что ты оставил на своей чистоте. После этого я приду, проверю и отправлю тебя на твою чистоту. Все понятно? Да. Открывается портал, прямой портал, квартиру Екатерины. Бес идет в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь находится ящер, 401, 13 лет, с контрактом. Сидел в биопуле, послал гуманоида системы Сириоса, робот. Контракт был заключен на космоэнергетике. Человек добровольно пришел в этот эгрегор, как бы там ни было. И посмотри, пожалуйста, у меня сейчас пруд стоит. Он очень агрессивно себя вел при нахождении в этой квартире. Он ей в рот лазил, нападал на нее, подкидывал ей потомство. Посмотри, пожалуйста, или щупальца. Я не знаю, что они там кидают. Ящера-робота из фрукта за ним забираем. Будем смотреть другие подключки. Благодарю. Я уберу все, что находится в квартире. Благодарю тебя. Подключки тебе не нужны? Нет. Открываю под всеми артефактами в клетке-тюрьме воронку в галактическое ядро. И все артефакты уходят на переработку. Закрываю, опечатаю, растаряю. Готово. Хорошо, клетка у нас должна быть пустая. Идем дальше. Выходит эмоциональный фантом Екатерины. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкоэбрационные эмоциональные энергии. Все это низкоэбрационное, ежес генерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но они как темные клубы вышли, темно-серые. Екатерина, так выглядит ваше эмоциональное состояние. Вы желаете избавиться от этих энергий? Да, желаю. Сворачиваете энергию в шар, открывая воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Поехали по частотам. Переходим на чистоту, магическое воздействие. Для таковой силы было, оно проявляется. Чей там фантом засел? У нее какие-то картинки выходят и исчезают старые, фантомные. Выходит или... Мыльные пузыри выходят и лопаются. Хорошо, выдавливаем все эти мыльные пузыри до 100%. Да, есть. Открывая воронку в галактическое ядро, весь этот мусор, эти энергии уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Еще раз переходим на чистоту, магическое воздействие. Если таковое силе было, проявляется. Здесь фантом ящера вышел. Вот, вот его я искал. Открывая воронку в галактическое ядро, и этот фантом уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Потому что он через магию заходил. Хорошо. Переходим на чистоту негативной эгрегора, мешающей жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Эгрегора есть у тебя? Один или несколько? Не несколько. Активные и неактивные. Екатерина, я последний раз вам скажу насчет космоэнергетики. Вы уже поняли, что вы подключены к этому эгрегору. Вы желаете отключиться от этого эгрегора и от всех других негативных, которые мы вызывали, с которыми у вас заключена энергетическая связь? Она показывает. У нее руки как наручниками связаны, от них нити идут. И она вот так лицо закрывает, опять открывает, но раз соединить руки не может. Это космоэнергетика и есть как раз. Вот так вот они работают. Вы желаете избавиться от этого? Да, она показывает, что она хочет снять это и активные, и неактивные, и негативные эгрегоры. Помогаемая энергия на счет 3, 1, 2, 3. Пошел мощный удар, отлетает все эгрегоры, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, все эгрегоры активны и неактивны, и их фантомы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Переходим на чистый, пошел прием. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Екатерина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я пока еще не привыкла, но я точно осознаю тихое счастье и чистоту внутри себя. Тихое счастье. Свою куратор в комнате. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора Екатерины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этом прекрасном месте. Приветствую вас. Благодарю за эту чистку и приношу свои извинения за вторжение. Без проблем. Можете вызывать меня Нэш. И я хочу добавить пару слов по этой чистке. Пожалуйста. Я хочу добавить следующий шаг развития очищения для этой души. Душа активировалась и знает, что это плеядеанская душа. И чтобы не подключаться к чужим энергиям. И я здесь, чтобы сказать, что нужно работать со своими энергиями и со своей цивилизацией. Это самый чистый и защищенный канал. Я приветствую представителя плеяд, моих родных плеяд в этой комнате диагностики. Мы очень рады видеть вас, уважаемый Нэш. И обязательно эту информацию мы передадим о работе, необходимости работы и заправления своими родными энергиями, а не какими попало. У нас здесь проблема была с одним эгрегором, которым она... Именно поэтому я здесь. Всё. Благодарю. Вы хотели от себя что-то добавить? Ещё? Пока только это. Это то, что нужно душе. Так как она не знает, в какую сторону двигаться. И всё, чем она занималась, оказалось ложным. Именно поэтому я здесь объявить. А не только тонкой копией, но и частички души на физическом плане. Уважаемая Нэш, её внутренний стержень активирован. Вы хотите его активировать или мы его уже активировали? Активирована душа. Отлично. Тогда остался маленький нюанс, о котором, возможно, вы пока ещё не знаете. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который посещает нас, приходит сюда. Мы делаем один определённый подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Нэша, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его слова. Просто на добрые воспоминания об этой короткой встрече. Великолепный и неожиданный подарок. Благодарю вас за это. И передавайте, пожалуйста, от нас верой. Привет, плеяда. Мы будем рады всем кураторам, которые, как и вы, достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать препятствия, мешающие им развиваться и открыть эти двери, в которые они пойдут уже сами. Да, мы делаем свою работу так же, как и вы. Благодарю вас и за это предложение. Благодарю. Уважаемый Нэш, мы не прощаемся. Возможно, на каком-то этапе. Ваша подопечная захочет задать вопросы более расширенно своему куратору. В этом случае мы обязательно вас пригласим. Возможно. Благодарю вас. И я благодарю вас. Всем наилучшего. Доброго бытия. Рассихронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Екатерина, душа сплеят. Ваш куратор вас навестил сегодня и передал эту информацию, чтобы вы в правильном направлении развивались. Я надеюсь, эта информация вам будет полезна, вы ее поняли и найдете необходимую информацию по ней. Хорошо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Екатерину в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки, извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Квартиру. Екатерина, ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Да, я здесь. Входи в квартиру. Клитка установилась, но здесь портал. Да, я хотел сказать, ты сейчас через порталы будешь проходить. Давай их уберем сразу. Где они находятся? В входной двери и внутрь. В кухню и перекресток от зеркала. Вот такой большой портал. Вот такой большой портал. И посередине там как воронка, где видимо они сидели все. Понятно. По всему периметру этой большой воронки, под ней, открывается внизу воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, полностью уходит, вместе со всеми энергиями, связанными с этим порталом. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, пошли дальше. Клитка в зале установилась. Кто у нас? Арахноид. Арахноид. Здесь драконный, красный, синий. Красный дракон, синий дракон. Ты посмотри, если он съест дракона. Черт. Черт. Какой? Бес. Черт. Бес. Дворотка. И одна воронка, да? Да, черт пятый. Черт пятый. Под воронкой открывай портал в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывай, опечатывай, растворяй. Арахноид. Выходи, собирай всю свою паутину. Если есть потомство, собирай потомство, ничего не забывай. Не забывай, возвращайся назад. Приступай. Готов. Хорошо, арахноид. В эту квартиру ты больше никогда не зайдешь. Тебе это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Он забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Здесь в этой комнате, в углу, в правом. Да. Ящера. Да, это конструкция ящера. Открывай воронку в галактическое ядро под конструкцией ящера. Она уходит вместе со всеми энергиями, которые распространяла в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Это мне как лучи шли, когда она активирована была. Она постоянно была активирована. Наверное, когда люди находились там. Готово. Хорошо. Давай перед тем, как мы пойдем дальше. Все, что оставил спрут в ванной комнате, подсвечивается красным цветом на его чистоте. Там слизь должна еще быть, да? На него не ванная, он выходил, видимо, оползал. Слизь есть. Хорошо, сел на моего намерения. Даю команду. Вся эта слизь собирается в шар. Да, будет так, а так и есть. Сто процентов. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Какой у нас красный дракон? 27-17. Дракон сколько ты находишься в этой квартире? Два года находится. Ты присутствуешь в ком-то из жителей этой... Присутствую. Понятно. В детях, да? Или в мужчине? У тебя контракт есть? В дети тоже мужчины. Понятно. Просто я увидел там компьютеры и сразу понял, кого мне ожидать. У тебя есть контракт с этим ребенком? У него есть палат, он показывает. Хорошо. Выходи, снимай все свои платы, отключайся полностью. Плата стояла на кухне. Отличное место, когда все собираются на кухне, конечно. Снял. Хорошо, красный дракон. Я хочу получить слово красного дракона, что больше никогда не войдешь в эту квартиру. Стоим слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Посмотри, какой у нас синий дракон. Двенадцать, двенадцать. Хорошо. Синий дракон. Ты тоже в ком-то сидишь? Да. Во втором ребенке? В одном из детей. Здесь платы в спальне детской. Ага, вот кто их поставил. Давай, выходи. Собирай, снимай все свои платы, отключайся полностью. Готов. Синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что больше никогда в эту квартиру не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Без своей все собрал? Да, собрал. Черт, выходи, собирай. Все, что ты раскидал в этой квартире. Комочки, одеялки, сеточки, ловушки. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Они его шестерка называют этого черта. Он все подготавливает, разбрасывает и выполняет как раз тот, кто должен. На чьих чувствах будут играть. Ну, он и по рангу самый младший в этом сообществе. Хорошо, мой вопрос к вам. Хотите получить дорогу негатив с квартиры? Ну, давай. Кто мне покажет из вас порталы? Черт. Пошли, черт, показай порталы. Я их буду закрывать, после этого соберу негатив. Ну, он смотрит, что самый перекресток он называет. Большой портал закрыт. Он идет в ванну. За монетазом, за туалетом. Идет большой портал. Стояк оттуда с прута выходил. И он идет по всему дому. А не закрыть ли нам его, Вера? Закрой. Хорошо. Открывая внизу этот портал. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, черт, пошли дальше. Но он в зале, в детской, где клетка показывает зеркало, которое в шкафу. Под этим зеркалом внизу, в шкафу, открывается воронка в галактическое ядро. Портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Дальше. Все. Возвращаемся к клетке. Даю команду на четвертый чувств. Есть шар и два больших шара. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Второй шар делю на две равные части. Без черт забираете. Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Найдите себе новое место обитания. В эту квартиру больше входить нельзя. Здесь будет все запечатано. Все понятно? Понятно. Открывается внизу два портала. Один на чистоте беса. Один на чистоте черта. Без забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала и ставлю две огненные пентаграммы. Готово. Под клеткой тюрьмой открываю воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Ну что ж, поехали чистить квартиру. В физическом режиме. Есть. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует. Продолжение следует.